Всем привет, чуваки! С вами снова Лёха, и вы можете услышать, что да, наконец-то у меня нормальный звук. Вы часто писали под роликами про моих ужасных заказчиков. Лёха, сделай видео про хороших заказчиков. Окей, я вас понял. Такие видосы я могу просто сотнями клепать, потому что хороших заказчиков всё-таки достаточное количество, и этим ребятам я просто мега благодарен. Ещё перед началом ролика я бы хотел вас попросить, ребят, пожалуйста, ставьте лайк на это видео, пишите комменты, помогайте с продвижением канала, потому что осталось совсем немного до сотки, и я очень хочу добить эту цифру. А вы получите за это iPad, кастомный, вот по подсказочке сверху. Первый тип прекрасных заказчиков — это ребята, которые дают полную волю тебе, как автору, делать то, что ты захочешь. Не именно того персонажа, которого они захотели, а просто видеть что-либо именно сделанное тобой. Им без разницы, кто будет нарисован, им без разницы, как это будет сделано, в каких-то цветах, какие фишки ты будешь использовать, какие доп. материалы там в виде поталии, или просто каких-то металлических деталек. Им просто важен результат, который сделаешь именно ты. Или у меня достаточно большое количество эскизов и идей, которые как-то нравятся только мне, ну или некоторым людям в паблике ВК, да и в основном людям, которые не хотели бы это заказывать. Потому что больше заказов я получаю именно в плане аниме персонажей и прочего. А тут всякие челики из моей головы, какие-то странные непонятные абстрактные штуки. И вот такие заказчики просто с радостью разбирают подобные штуки, потому что им это нравится. Это выглядит странно, стильно и круто. Просто можно понять одну простую вещь. Аниме художников достаточно много. Все они делают что-то одинаковое, что-то похожее. Да даже в этом ролике я рисую Мадару, которого я в принципе уже делал, но на другом формате и немного с другим оформлением. Да, аниме, конечно, клатно, прикольно, но иногда и хочется, чтобы люди покупали то, что отличает тебя от других художников. А именно твои мысли на холсте, твои идеи и то, как ты видишь мир, а не то, как видят мир сценаристы данного произведения или чего-либо еще. И люди, которые хотят видеть именно этого персонажа у себя там на полочках, на столе, где угодно. Тип ребяток, это чуваки, которые сами по себе оверпрайсят. Ты им пишешь одну цену, но им вообще без разницы. Они готовы заплатить тебе еще больше просто потому, что ты есть, ты классный, ты прикольный. Таких ребят на самом деле у меня было достаточно большое количество, за что им просто гигантский респект. Потому что чаще всего я говорю фиксированную цену и все. Человек как бы думает соглашаться или нет. Но иногда приходят люди, которые видят, что да, я предложил цену. Но они понимают, что количество того труда, который я потрачу на эту работу, оно должно быть дороже. И они сами просто доплачивают. Некоторые это делают там в виде донатов на стримах или еще где-то. А некоторые просто сразу по факту. Допустим, я поставил 5000 рублей за работу, а они мне скидывают 7-8, иногда 10. И я такой, а зачем? А просто чтобы тебя поддержать. У меня была такая заказчица, она заказала один холст. Когда увидела его готовым, еще раз оплатила этот же холст. И сказала, ля, я хочу еще что-нибудь потом заказать когда-нибудь. И вот. Это очень круто, это очень приятно. Как по мне, тут прикол именно в том, что ты понимаешь, что людям интересно не просто твое творчество. И чтобы оно где-то у них там стояло, висело, лежало или еще что-то делало. А именно ты как автор. И им хочется, чтобы на вырученные с этой работы деньги, ты купил не только материалов, допустим, или какое-то оборудование. А еще оставил что-либо на себя. Элементарно куда-нибудь сходил, съездил, что-нибудь заказал себе крутое. В коллекцию что-нибудь новое пополнил или еще что-то. Им интересен именно ты как автор, а не просто картинка, которую ты делаешь. Потому что большинство людей на самом деле никогда не запоминает художника. Они покупают картину и такие, вау, прикольно, все, оно у меня. А как-то сам художник, его биография им не очень-то интересна, скажем честно. Следующий тип крутых чуваков это ребятки, которые являются у меня постоянниками. У меня, на самом деле, я точно не помню цифру постоянных клиентов. Потому что, ну, некоторые имеют свойство пропадать надолго, еще что-то. Но, как минимум, несколько человек, у которых коллекция из только моих работ состоит там более 10-15 штук. И это просто очень круто. Поначалу, когда я только начал продавать холсты, мне написал вот как раз-таки один из таких чуваков. Он написал, типа, вот, Лёг, я вижу у тебя в наличии два холста, я хочу их забрать. А я такой сижу, типа, блин, чувак, а давай, типа, один холст и швопер там или еще что-нибудь. Он говорит, нет, давай два холста. Только потом уже со временем я понял, а почему бы и нет? Если человек хочет собирать коллекцию из моих работ, то почему бы и нет? Пусть он это делает, это же прикольно. На данный момент самый большой, как я понял, коллекционер из моих работ, это чувак. У него на 100 плюс тысяч моих работ, как бы. И вот, у него даже есть самый большой холст, который я писал. Это холст со стилизованным Риком. Вы его могли видеть в моем паблике или в ТикТоке. У этого чувака, наверное, около то ли 12, то ли 15 моих работ. И он даже иногда все-таки пишет и такой, типа, йоу, Лех, я хочу что-нибудь из наличия забрать, хочу коллекцию обновить. И это, блин, это очень круто, потому что, ну, йоу, ты просто чувак из провинции, который рисует картинки. Но есть люди, у которых коллекция твоих работ больше 15. Ребят, чтобы вы понимали, даже у меня столько нет. Я не храню у себя холсты. Я, как бы, пытаюсь продать, в принципе, все, что я делаю. Но, типа, йоу, 15 работ. Это же, это целая стена, по факту. Также иностранные заказчики, это просто прекрасные ребята. Я не говорю сейчас о Штатах, о Европе или еще что-то. С той же Украины, с Казахстана у меня были крутые заказчики. Вот, как раз-таки, одна из них, это Кристина. Она является и топ-донатером у меня, и топ-заказчиком. Потому что однажды у меня был стрим в ТикТоке. Я сижу, сижу, Кристина пишет в чат такая. Я тебе еще пятнаху задоначиваю. Я такой, да, конечно. Просто смотрю, и у меня уведомление от Сбера. Вам, типа, переведено 15 тысяч рублей. Я тогда вообще был в шоке. Ну, естественно, когда у меня на стримах большой донат или еще что-то, донатер 100% получает какие-то работы из наличия. Но когда это именно уже большой донат, это, в принципе, почти все наличие отправляю, как было на вчерашнем стриме. Поэтому вот, таким ребятам, ну, просто респект, серьезно. Они поддерживают авторов, потому что видят, что у человека, возможно, что-то начинает получаться. И в дальнейшем, возможно, он станет действительно крутым художником. Но, блин, вот эта поддержка, это очень приятно и... очень мило, наверное. Потому, сказать по себе, благодаря таким людям, я как раз-таки начал выходить на новый уровень качества. Потому что, когда я только начинал снимать ролики о том, что я рисую на холстах в ТикТок, я рисовал дешевым брауберовским акрилом, какими-то дешманскими кистями, и пытался это продавать за очень низкую цену. Но когда приходили такие люди, которым было просто интересно поддержать автора, и купить у него что-то еще и там с наценкой от самого себя, то это, блин, прикольно. Благодаря этому я начал покупать маркеры. Я начал как-то более круто что-то описывать. Я начал использовать материалы, которые я раньше вообще никак не использовал. Допустим, ту же баталь. Мне всегда было интересно, каково это наносить типа золотую фольгу на работы. И когда я понял, что, в принципе, уровень моих работ благодаря таким людям уже достаточно высок, я решил попробовать, и из этого вышло просто шикарнейшее зрелище. Я просто благодарен таким людям, ребят. Если вот все те люди, которых я перечислил в этом ролике, вы сейчас смотрите это видео, я вам хочу сказать одно. Просто, ребят, гигантское спасибо. Спасибо за то, что вы, в принципе, смотрите меня, за то, что вы поддерживаете меня на протяжении уже около года, как я снимаю ролики о том, что я занимаюсь именно рисовкой. И я вам просто, наверное, максимально благодарен, потому что, если бы не вы, тот прогресс, который у меня есть сейчас, вряд ли бы был возможен. Да, ребят, я не знаю, я сейчас буду плакать. Я просто хочу сказать всем спасибо за это. Потому что, ребят, действительно, ваша поддержка ощущается, когда ты понимаешь, что человеку действительно интересен и ты, и твое творчество одновременно. Это круто, это непередаваемые эмоции, и это... Ну, это очень круто. Я не знаю. В принципе, какой-то такой поток мыслей у меня получился. Всем спасибо, ребят, за просмотр этого ролика. Я вас попрошу еще раз. Пожалуйста, если ты досмотрел до сюда, поставь лайк ролику, напиши любой комментарий, попробуй продвинуть этим самым этот ролик. Также можешь подписаться на канал, нажать колокольчик. С вами был Леха. Надеюсь, скоро на этом канале будет сотка и кнопка не за горами. Всем спасибо еще раз. До следующего ролика. А я погнал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова